Математические проблемы По словам выдающегося немецкого математика Феликса Клейна, один из самых примечательных законов человеческой истории состоит в том, что само время таит в себе великие идеи и проблемы, и в момент их созревания она ставит их, может быть, даже навязывает осененным гениальностью умам. Эти слова Феликс Клейн говорил по поводу открытия невклидовой геометрии Николая Ивановича Лобащевского. Развитие математики во многом стимулируется математическими проблемами. Хорошо поставленная математическая проблема, решение которой не удается найти, говорит о необходимости критического пересмотра существующих методов исследования, о недостаточности той совокупности знаний, к которой относятся проблемы, и таким образом способствует дальнейшему развитию этой области науки. Каждый исторический период содержал такие знаменитые математические проблемы. Для Древней Греции это три знаменитые задачи древности. Задача квадратура круга, задача трисекции угла и задача удвоения куба. В этих задачах речь идет о необходимости построения тех или других отрезков с помощью циркуля и линейки. С помощью циркуля и линейки можно проводить окружности и прямые линии. Но древние греки признавали только такие построения. Они их называли совершенными. Любая геометрическая фигура должна быть построена именно вот таким образом. С помощью циркуля и линейки это очень легко проверить. Можно построить те и только те отрезки, длина которых записывается выражениями, содержащими целые числа, знаки 4-действия арифметики и квадратные корни. Любой так построенный отрезок имеет длину, которая является алгебраическим числом. Алгебраическими называются числа, которые являются корнями уравнений с целыми коэффициентами. Существуют не алгебраические числа и носят название трансцендентных. Вот начну говорить о первой такой задаче, задаче квадратуры круга. В этой задаче требуется с помощью циркуля и линейки построить квадрат с такой же площадью, как у заданного круга радиуса заданного радиуса. Алгебраически это означает необходимость решения вот такого уравнения. Когда радиус равняется единице, требуется построить отрезок, длина которого равняется корень из π. Таким образом, с помощью циркуля и линейки нам нужно построить отрезок длиной π. Задача была решена немецким математиком Линдеманом более чем 2000 лет спустя, после того, как эти задачи интересовали математиков. В 1882 году он установил, что задача квадратуры круга неразрешима, так как числа π и следовательно числа корень из π трансцендентны, то есть они не являются алгебраическими числами. Задача «Три секции угла» теми же средствами нужно разделить произвольный угол на три равные части. Эта задача была решена в 1837 году французским математиком Ванселем, тоже уже 2000 лет спустя. В целом эта задача оказалась также неразрешима. Он более того, нашел необходимые и достаточные условия, которые нужно наложить на угол для того, чтобы эта задача стала, этот угол можно было разделить на три равные части. Оказалось, это можно сделать для угла α тогда и только тогда, когда уравнение, вот такое, х куб минус 3х минус 2 косинус α равно 0, разрешимо в квадратных радикалах, то есть с помощью четырех арифметических операций извлечения квадратного корня. Таким образом, это можно сделать для угла 90 градусов, это можно сделать для угла 72 градуса, но этого нельзя сделать для угла 60 градусов, так как при α равном 60 градусах мы получаем кубическое уравнение х куб минус 3х минус 1 равно 0, и очень легко проверяется, что это уравнение неразрешимо в квадратных радикалах. Таким образом, вроде бы странно, что угол 60 нельзя с помощью циркула и линейки разделить на три равные части. Задача удвоения куба. Этими же средствами нужно построить куб, объем которого в два раза превосходит объем заданного куба. Алгебраически это означает решение уравнения вот такого. Х куб равняется 2а в кубе. Таким образом, если а равняется единичке, мы должны построить отрезок, корень кубический из 2, длина этого отрезка. Ну, из того же результата Ванцера следует, что это нельзя сделать с помощью циркула и линейки, так как уравнение х куб минус 2 равно 0 неразрешимо в квадратных радикалах. Вот здесь страница рукописи Ванцера. Я уже говорил, что эти задачи позволяли со временем открывать новые области математики. Они позволили проникнуть в некоторые другие области математики. Я приведу лишь один единственный пример. В V веке до н.э. древнегреческий математик Гиппи Элицкий построил некоторую кривую, которую позднее другой греческий математик Пап Александрийский уже в III веке н.э. назвал квадратисой. Квадратисы – это первый исторический математикой пример трансцендентной кривой. Кривая определяется таким образом. Рассматриваем вот этот квадрат АВСД и два движения в этом квадрате. Отрезок ДС, сторона квадрата ДС, мы равномерно движем параллельно АВ до того, пока она не совпадет с отрезком АВ. ДС спускается к АВ. Одновременно точку Д мы движем по окружности, радиус которого равняется АД, также к точке Б. Таким образом, происходят два равномерных движения. ДС спускается к АВ, по окружности точка Д идет к точке Б. Причем эти два движения должны быть одинаковыми в том смысле, что точки Д и С приходят к точке Б одновременно. В некоторый момент времени ДС займет положение А'В'. В этот же момент времени точка Д придет в положение Е. Рассматриваем пересечение двух отрезков АЕ и А'В'. Точка пересечения этих двух отрезков принадлежит нашей квадратисе. Таким образом, квадратиса – это геометрическое место точек пересечения таких двух отрезков. Как решается, ну, во-первых, Динострат, еще один греческий ученый, который жил в IV веке до н.э., с помощью этой задачи решил задачу квадратуру круга. А Гиппиелитский с помощью этой задачи решил задачу тресекции угла. Я объясню, как решается с помощью квадратиса задача квадратуру круга. Рассмотрим вот этот квадрат. Здесь в квадратисе является дуга от Б до К. Берем точку К, которая принадлежит отрезку АД, и рассматриваем окружность радиусом АК. Квадратис – здесь синяя линия, а желтая, бордовая линия, дуга ЛК – это принадлежит окружности. Динострат доказал следующее. Он доказал, что длина дуги ЛК совпадает с отрезком АВ. Этого достаточно. Отсюда вытекает АВ, есть 1,2 ПАК, и таким образом мы можем вычислить отрезок БД. То есть, точнее, длину дуги БД. Зная длину дуги, мы находим радиус АВ. И получаем, что площадь круга с радиусом АВ, ПАВ квадрат, равна площади прямоугольника со сторонами АВ квадрат, деленной на АК, и А2АВ. Ну, очень легко построить эту школьную математику уже. Отрезок с помощью циркулой линейки, отрезок длиной 2АВ и отрезок длиной АВ квадрат, деленной на АК. Это с помощью свойства подобия треугольников. Зная площадь прямоугольника, легко построить квадрат в такой же площади. Вот так решается с помощью квадратисы задача квадратуры круга. Следующий блистательный пример формулировки важнейших задач математики, я приведу здесь, принадлежит великому немецкому математику Давиду Гильберту. В 1900 году в августе в Париже состоялся международный конгресс. Обратите внимание на дату. 1900 – это рубеж двух веков. И на этом конгрессе 33-летнему, тогда еще молодому, но уже очень хорошо известному математику Гильберту, было поручено сделать доклад о нерешенных проблемах математики, которые математики того времени воспринимали как эстафету. Те задачи, которые они не могли решить, они передают математикам 20-го столетия. Нам с вами. Хотя вы уже математик 21-го столетия, я принадлежу к математикам 20-го столетия, и некоторые другие здесь. Математикам 20-го столетия как задачи на будущее. Доклад содержал 23 наиболее интересные с точки зрения Гильберта математические проблемы, исследование которых, по словам Гильберта, может значительно стимулировать дальнейшее развитие науки. Ну, у нас в России издана книга «Проблема Гильберта». Это перевод на русский язык немецкого оригинала. Предисловие этой книги написал академик Павел Сергеевич Александров. Вот здесь я привожу его слова по поводу этих проблем. «Эти проблемы, пишет Павел Сергеевич, ставшие знаменитыми как проблемы Гильберта, оказали исключительное влияние на математику 20-го столетия, развитие идей, связанных с содержанием этих проблем, составила значительная часть математики 20-го столетия». Я не буду перечислять здесь все проблемы Гильберта, я перечислю только некоторые из них, но те, которые для меня наиболее интересные. Это первые проблемы Гильберта, континуум гипотезы. Ну, возьмем множество действительных чисел. Там два принципиальных разных бесконечных множества. Множество натуральных чисел. Мощность этого множества счетна. Математики первого курса это, наверное, уже знают. Возьмем множество действительных чисел. Это множество не счетно. Доказывается очень легко Кантеровским диагональным методом. Все любые две мощности сравнивают между собой. Мощность множества действительных чисел называется мощностью континуума. Она строго больше мощности счетного множества, мощности множества натуральных чисел. Континуум гипотеза утверждает, что между этими двумя мощностями нет других мощностей. То есть любое подмножество множества действительных чисел либо счетно, либо равномочно множеству всех действительных чисел. Это исключительно важная проблема не только для математиков, которые работают в теории множеств. Но фактически вся математика, она опирается в той или иной мере. Иногда мы сами это не замечаем на теории множеств. Поэтому ответ на этот вопрос принципиален. Сам основатель наивной классической теории множеств, Георг Кантер, пытался неоднократно решить эту проблему. Более того, он предъявлял несколько раз доказательства этой теоремы, но каждый раз им самим была обнаружена ошибка. Первый серьезный успех в решении этой проблемы был сделан выдающимся немецким математиком Геделем. Гедель в 1940 году, тогда 33-х, но уже знаменитый математик, установил, что, забыл сказать, когда мы изучаем теорию множества, мы должны опираться на некоторую аксиоматику. Общепринято и со времен Гильберта аксиоматика Сермела Френкеля. Я уж не буду аксиомы перечислять. Плюс аксиомы выбора. Она не зависит от аксиом Сермела Френкеля. Вот вся совокупность этих аксиом, аксиома Сермела Френкеля плюс аксиома выбора, они составляют формализм теории множеств. Георг Кантер доказал, опираясь на эти аксиомы, нельзя провернуть континуум гипотезу. То есть, отрицание континуум гипотезы недоказуемо. При условии, что сама система аксиома недоказуема. Мне виноват. При условии, что сама система аксиом Сермела Френкеля вместе с аксиомой выбора не противоречива. Это утверждение не доказано до сих пор. Вот если теория множеств, в этом смысле формализм теории множеств не противоречив, пока мы это не знаем, если он противоречив, то все можно доказать. То те, которые слушали курс по математической логике, знают, если теория противоречива, там все, что угодно можно доказать. Любое утверждение доказуемо. Если теория множества в этом смысле не противоречива, тогда континуум гипотезы опровергнуть нельзя. Остается доказать. Вот после того, как Гёдель доказал свои теоремы, пошли работы по попытках доказать это утверждение. Это было сделано в 1963 году знаменитым американским математиком Коэном. Он установил, оказывается, и утверждение, не только отрицание, но и утверждение нельзя вывести из аксиом теории множества. Она независима с аксиом теории множества, это утверждение. То есть, ни доказать, ни опровергнуть нельзя. Те люди, которые, те присутствующие в этой аудитории, люди, которые слушали предыдущие лекции, знают, ситуация исключительно похожа с неэвклидовой геометрией. Пятый постулат эвклида. Нельзя не доказать, не опровергнуть. Об этом говорят геометрия Лобачевского и геометрия Риммана. Такая же ситуация и здесь. Мы можем присоединить к континуум гипотезе аксиомам теории множества вместе с аксиомой выбора. Получаем фрагмент теории множества. Мы можем присоединить отрицание этой аксиомы к аксиомам теории множества. Получаем другой фрагмент. И каждый математик работает там или тот, в зависимости от того, где он хочет работать. Вторая проблема Гильберта – это непротиворечивость аксиома арифметики. Это снова одна из задач, логических задач, задач математической логики. Речь идет об арифметике. Под арифметике мы понимаем множество натуральных чисел. 0, 1, 2, 3 и так далее. С операциями сложения и умножения. Аксиоматика – это непротиворечивое множество формул, которые позволяют определить 0, определить единицу, определить операцию сложения, определить операцию умножения и все свойства этих двух операций. Ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность и так далее. Вот такая аксиоматика берем. Если она непротиворечива, тогда требуется доказать, что это действительно так. Если она противоречива, доказывать нечего. Там и непротиворечивость можно доказать, и противоречивость. Это вторая проблема Гильберта. Одна из важнейших проблем. Эта вторая проблема даже важнее, чем первая проблема Гильберта. Потому что теория множества используется много где, но не всюду. Например, дискретная математика мало использует теорию множества, если не говорится о теории графа. Но опять, это оказалось самой трудной проблемой. Тут не было никакого успеха, никакого продвижения. Хотя в области теории множества, с первой проблемой Гильберта, как со всеми остальными проблемами, были какие-то частичные результаты. Здесь ничего не было, пока снова тот же Гёдель не доказал свои знаменитые первые и вторые теоремы о неполноте. Это был в 1930 году. Гёделю было 24 года. 24 года никто его тогда не знал. После того, как эти 9 теоремы в 1930 году были заявлены математической общественности, это фактически произошла революция в математике. И Гёдель сразу же, прямо на следующий день после публикации этого результата, он стал знаменитостью. Первые теоремы Гёделя утверждают, что если арифметика непротиворечива, снова приходится говорить, если, потому что чуть позднее вы увидите, в целом она снова неизвестна, противоречива ли она арифметика или нет. Если она непротиворечива, то в ней существует утверждение, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть. То есть, это утверждение не зависит от аксиемы арифметики. Это означает неполнота. Ее называют первой теоремой о неполноте. Вторая теорема о неполноте Гёделя – это еще хуже. Она утверждает. В качестве вот этого предложения мы можем взять предложение арифметики, которое эквивалентно утверждению о непротиворечивости самой арифметики. Таким образом, непротиворечивость арифметики, повторяя теоремой Гёделя, нельзя доказать, исходя из самих аксиом арифметики, при условии, что арифметика на самом деле непротиворечива. Вот я говорил, что арифметика, вообще-то говоря, неизвестна, противоречива она или нет. Но это не совсем так. Был, есть, был. Это в 30-х годах прошло, в 100-летие он жил. Американский математик Гэнсен, он, используя некоторые комбинаторные рассуждения, дополнительные и так называемые примитивно-рекурсивные арифметику и орденалы, бесконечные орденалы, сумел доказать непротиворечивость вот той арифметики, о которой я говорю. На самом деле, здесь положение оказалось немного лучше, чем с аксиоматикой теории множества. Поэтому это уже зависит от того, если вас устраивает, если математика устраивает вот эти рассуждения Гэнсена, они говорят, арифметика непротиворечива. Если же, а таких тоже много, математика не устраивает рассуждения Гэнсена, а это не обязательно их должно устраивать, потому что там тут привлекаются уже те средства, которые недопустимы и неформализуемы в арифметике. Арифметика непротиворечива, непротиворечива с арифметикой для них не доказана. Но здесь все-таки в этих двух теоремах Гёделя, какими бы они выдающимися ни были, говорится о существовании некоторой формулы, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но сама формула, само утверждение арифметики, само свойство натуральных чисел не предъявлено. Это сделали снова американцы Харрингтон и Паррис в 1977 году. Они нашли конкретные комбинаторные утверждения, которые формализуются в арифметике. То есть можно записать ее в виде формулы арифметики, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Я не удержусь, чтобы не привести вот это утверждение. Есть в комбинаторике так называемые конечные и бесконечные теоремы Рамсея. Многие математики знают про эту теорему. Конечные теоремы Рамсея гласит. Берем три натуральных числа. Я здесь никакие ограничения на эти числа не ставлю, но последующие формулировки этой теоремы естественные ограничения накладывают. Вы это увидите. Вот для любой тройки натуральных чисел Н, К, М найдется такое большое натуральное число Н, большое, поэтому я Н большое и написал. Со следующим свойством. Если мы раскрасим каждое из Н маленьких элементных подмножеств, множество первых Н натуральных чисел в одну из К имеющихся красок, то есть у нас имеется К красок, мы берем всевозможные Н элементные подмножества и их раскрасим на эти краски. Причем одно множество раскрасываем в одну и ту же краску. Вот произошло такое раскрашивание. Тогда теорема Рамсей утверждает, найдется такое подмножество Y этого множества S, причем достаточно большое, у него не меньше, чем Н элементов, что все Н элементные подмножества этого множества Y имеют одну и ту же краску. Очень трудная теорема, она доказывается уже, университетские курсы обычно не входят, но магистратура, магистры, которые специализируются вот в этих областях теории множества, математической логики, про это аксиомы знают, про это утверждение знают. Это утверждение Рамсея, она принадлежит арифметике. Здесь речь идет о свойствах натуральных чисел. И это утверждение можно записать в виде формулы арифметики. И более того, это утверждение можно вывести из аксиом арифметики. Она формализована в арифметике и доказуема в арифметике. Что сделали Харрингтон и Паррис? Они добавили новые условия к этому множеству у. Это условие они назвали условием относительного большинства. Требуется, чтобы количество элементов у было больше или равно наименьшего его элемента. Например, если мы возьмем трехэлементное множество 3, 5, 7, это условие выполняется. Это множество относительно большое. 3, 5, 7. Сколько элементов? 3. Наименьший элемент какой? 3. 3 больше или равно 3. Это относительно большое, и Y может быть таким. Если мы возьмем трехэлементное множество 5, 7, 9, условие не выполняется. Три элемента – маленький, наименьший элемент – 5. Три, не больше пяти. И вот это как раз то, что нужно. Это утверждение можно доказать, но не средствами самой арифметики. Это утверждение можно доказать, привлекая некоторые комбинаторные средства. Это утверждение истинно в арифметике, но оно в ней недоказуемо. Харингтон и Паррис установили, что это утверждение арифметики, которое истинно, но недоказуемо. Вот конкретный математический предложение. Это было сделано в 1977 году. После этого это был первый пример, это выдающийся результат. Но читается просто и легко, просто может быть громко с моего волоса, только вас убежать в том, что это важный результат. Но это действительно для того времени был исключительно важный результат. После этого появилось много новых, других результатов. Это арифметика, условия арифметики уже четных чисел, простых чисел и так далее, которые обладают вот этим же свойством. Они истинны, но недоказуемы. Вот эти все новые примеры, таких свойств, вы можете прочитать, если кто интересуется. Обзорный работа Льва Дмитриевича Беклемишева, знаменитый наш математик. Он опубликовал «Успех математических наук». А также петербургского математика Андрея Бавыкина. Ну, я еще буду говорить восьмой. Мне очень нравится эта восьмая проблема Гильберта. Она состоит из двух частей. Это отныне самых главных, самых серьезных проблем современной математики. Эта проблема, по крайней мере, первая ее часть, она входит в знаменитый перечень семи проблем тысячелетия. И за решение каждой из них, вот Рустема Барахзянов сейчас сразу навострился, обещает один миллион долларов за каждой из них. Это вот такая проблема. Это одна из самых важнейших, нерешенных проблем математики, современной математики. Она содержит две части. Первая часть – это знаменитая гипотеза Риммана о поведении о нулях дзета-функции Риммана. Я не буду говорить, потому что в следующем месяце Фарид Габединович Авхадиев прочитает лекцию про эту проблему. Я не буду поэтому про первую часть, восьмую проблему Гильберта говорить. Я расскажу про вторую часть – проблема Гольбаха. Проблема Гольбаха содержит две части. Слабая гипотеза, точнее, не проблема, а гипотеза Гольбаха. Слабая тернальная гипотеза, утверждение счетное число больше пяти, является суммой в точности трех простых чисел. И сильная теорема, бинарная гипотеза. Каждое счетное число больше трех является суммой в точности двух простых чисел. Но сильные и слабые – это потому, что совершенно очевидно, что из сильной гипотезы сразу же вытекают слабые гипотезы. Если я знаю, что любое счетное число – сумма двух простых, я беру несчетное число, добавляю туда тройку, получаю счетное. Это счетное число – сумма двух простых. И вот моя тройка – сумма трех простых. Так что сильная гипотеза влечет в слабую гипотезу. Страница рукописи Гольбаха. Это очень интересная проблема. Она, вообще-то говоря, я думаю, никакого, и, может быть, специалисты по теории чисел со мной не согласятся, для математики абсолютно никакого значения не имеет, для дальнейшего развития математики. Это не задача распределения простых чисел на числовой оси. Это не задача простых числа, которые связаны с криптографией. Это просто любопытная задача. Правильная это или нет? Ну, точно так же теорема Фирмана и теорема Фирмана была недавно решена. Она тоже никакого значения для математики не имеет. Но, тем не менее, очень интересно. Кстати, вот говорят, что эта гипотеза была сформулирована Гольбахом. На самом деле, Декарте еще в 17-м столетии знал про эту проблему. По крайней мере, ему принадлежат вот такие слова. Он пишет, но также каждое счетное число составлено из одного, двух или трех простых чисел. Конечно, это не формулировка гипотезы Гольбаха. Но эта формулировка уже говорит о том, что Декарте знал про эту задачу. Хотя ее не сформулировал. Решение тернарной гипотезы Гольбаха, по крайней мере, тогда все так думали, В 1937 году был получен выдающимся российским советским математиком Иваном Матвеевичем Виноградовым. Выдающийся. Это лучший числовик после Чебышева. Он доказал, что существует такая константа, начиная с которой, после этой константы, все числа удовлетворяет тренарная гипотеза Гольбаха. Это ведь решение, как вы думаете? Существует константа. Вот, например, число миллион. Все числа большее числа миллиона удовлетворяет этой гипотезе. Это Виноградов доказал. А для миллиона я беру, считаю, проверяю. Тут уже это не математически никакой трудности нет. Просто надо считать. И все думали, сам Виноградов с удовольствием говорил, что он решил тернарные проблемы Гильберта. То есть тернарная гипотеза Гольбаха. Это было такое мнение держалось до тех пор, пока его ученик Константин Бороздин не подсчитал эту константу. Он изучил доказательства Виноградова и определил. Константа вот такая, 10 в такой степени. Ну, видите, на экране занимается совсем мало места. Многое это или мало? Можно на компьютере проверить? Здесь астрономы есть или нет? Если нет, и нет. Ну, нет. Но каково количество, примерно количество, элементарных частиц нашей Вселенной? Кто знает? 10, 81. 10, 81. 10, 81 степени – это количество элементарных частиц нашей Вселенной. Так, попробуйте, проверьте. Когда Бороздин это подсчитал, сразу же желание объявить о том, что проблема тернарная гипотеза Гольбаха решена, прекратились разговоры об этом. Я думаю, этого натурального числа просто не существует. Таким образом, тернарная гипотеза Гольбаха остается открытой тогда. Ну, да, идем дальше. Но раз уже она открыта, появились новые работы. Вот ты, в 2002 году, видите, совсем недавно, два китайских математика, которые работают в Америке, они опубликовали работу, которая снизила вот эту оценку до 10. Ведь существенно снизила. До 10 в степени 43 тысячи. Но все равно это существенно большее количество элементарных частиц нашей Вселенной. Так что оценка улучшена, но все равно высокая. Дальше. Три математика. Доказали. 10 в степени 20, это константы, это уже, это буквально в течение двух-трех часов мы можем на компьютер проверить до 10 в степени 20. Выполняется или нет? Это очень небольшое число, 10 в 20 степени. Тернарная гипотеза Гольбаха вытекает. Но тут используется обобщенная гипотеза проблема Риммана. Она не решена. Федер Габриевич, пожалуйста, в своей лекции вы говорите не только про проблема Риммана, но еще несколько слов про обобщенные проблемы Риммана. Так что это тоже не решение. Потому что она опирается на нерешенную математическую проблему. И, наконец, Терен Стал. Это австралийский и американский математик китайского происхождения. 2012 год. Я прошу запомнить это имя, она еще нам будет сегодня встречаться. Он доказал, каждое несчетное натуральное число и сумма не более пяти простых чисел. Выдающиеся растяжения. Но в 2013 году, буквально четыре года тому назад, перуанский математик Гельфлот дал полное решение терминальной проблемы Гольбаха. Он установил, что если взять 10 в степени 29, тогда любое число большее, есть сумма трех простых чисел. А до этого они с помощью, опять-таки, обобщенной гипотезы Риммана проверили справедливость гипотезы Гольбаха для меньших чисел. Позднее он же, Гольбхат, снизил эту оценку в 20-27 степени. И он пишет, что проверка гипотезы Гольбаха для меньших чисел может быть проведена на обычном домашнем компьютере за два выходных дня. Но бинарная гипотеза Гольбаха оказалась существенно трудной. В 1995 году Оливье Рамале, французский математик, доказал, что каждое несчетное натуральное число и сумма не более чем шести простых чисел. Требуется двух. Он установил, что шесть простых чисел. Многие это? Шесть. Это немного, потому что было выдающее достижение нашего соотечественника Мирельмана. За это достижение он получил звание члена корреспондента Академии науки СССР. В 1930 году он доказал, что любое счетное натуральное число и сумма не более чем 800 тысяч простых чисел. Вот если перейти, спуститься к 800 тысяч простых чисел до шести, это все-таки выдающееся достижение Рамале. Но Гольб Готт, вот из его теорема, так как эти две теоремы бинарные и теоремы, они взаимосвязаны, из его решения теоремы следует, это и есть сумма четырех простых чисел. Это лучшая оценка на сегодняшний день. И, наконец, я несколько слов скажу о проблемах простых чисел близнецов. Здесь простые числа близнецы перечислены. Но что такое простые числа, я объяснять не буду. Они делятся на единичку, на пять, то есть на само число и больше ни на что. Здесь вот пара. Они близнецы, потому что между ними нет простых чисел. Четные числа, они непростые. Вот вопрос заключается в том, множество бесконечное или конечное. Это вопрос до сих пор открыт. Но главный вопрос, вот какой, самая общая проблема. Существует ли такая константа, что существует бесконечно много простых чисел, которые отделяются друг от друга на эту константу? Проблема простые числа близнецы – это константа равна двум. Не удается решить проблему. Ну, давайте заменим двойку на какую-нибудь другую константу. Существует бесконечно много простых чисел, которые друг от друга отделяются на это расстояние. Было до сих пор это неизвестно. Пока совершенно неожиданно для всех почти 60-летний американский математик, видите, все время американский, не доказал, что существует бесконечно много простых чисел, которые отличаются друг от друга не более чем на 70 миллионов. Но вы, тут у нас специалистов по теории чисел нет, поэтому вы не чувствуете. Это 60 лет, вот докажи такую теорему. Это здесь очень высокая комбинаторика работает. Но когда вот этот результат уже был получен, там уже пошли работы. Он доказал 70 миллионов. Дальше оценка пошла вниз. Буквально через месяц вот такая оценка. В том же месяце опять тот же самый Терен стал, о котором я говорил. Уже существенно меньше 4 миллиона. Потом британский математик 600. Уже приближаемся к двойке. Дальше Тайя опять со своей группой. Тоже соревнование пошло. 576, 270. И последняя оценка. Американский математик. Мне уже не охота это слово произносить. Все равно американский. Где тут российский? Апрель, ты до 2014 года. Два с небольшим года назад. Последняя. Лучшая оценка 246. И, наконец, десятая проблема Гильберта. Она решена нашим соотечественникам, неамериканцам, Юрием Владимировичем Матьясеевичем. Я об этой проблеме говорить не буду, потому что ученик его, член-корреспондент Российской Академии Наук Максим Всемирнов приезжал и сел и лекции прочитал. Вот в этой аудитории. И очень много. Вот я говорил, что возмущался. Я все время говорю про американскую математику. Российские математики очень много участия принимали в решении этих проблем. Проблем Гильберта. Это основное содержание математики 20-го столетия. Крутится вокруг проблем Гильберта. Вот список этих математиков. Тут, между прочим, не все. Потому что Калмогоров Андрей Николаевич, он и только 13-е проблему Мессарнольдом решил. Ему принадлежит решение 6-й проблемы Гильберта, где говорится о необходимости аксиоматического построения теории вероятности. Специалисты по теории вероятности, здесь, по-моему, есть Бекшантаев. Мессаров. Мессаров здесь сидит. Он должен понимать, что Андрей Николаевич Калмогоров построил аксиоматику теории вероятностей. На сегодняшний день что? Ну, я говорю, здесь не помню, у меня времени не было. Попов, но это не наш Попов. Это московский математик. 14-е. Беренштейн, Матья Васильевич, Арнольд, Калмогоров, Гельфан, Пантрягин, Мальцев, Виноградов, Шнирельман, Востоков, Гудков, Шафаревич, Петровский, Делания, Ладыжинский, Уральцева и много другие. Они внесли вклад в решение вот этих проблем Гильберта. Так что российская математика, она тоже хороша. И, наконец, проблема Гильберта – это рубеж двух столетий, 19-е и 20-е. А что рубеж 20-е и 21-е столетия? Это буквально, это уже задача для тех молодых людей, которые здесь сидят. Стив Смайл, выдающийся математик, лауреат Филлсовской премии, составил в 1998 году список из 18 проблем по просьбе вице-президенца Международного математического союза Арнольда Владимира Игоревича. Список из 18 математических проблем, которые, на его взгляд, сыграют великую роль. Они должны быть решены в 21-м столетии. Кем-нибудь из математиков, может быть, кем-нибудь из сидящих здесь. И сыграет великую роль продвижения математической науки вперед. Я не буду перечислять все проблемы Смейла. Перечисли только некоторые из них. Гипотеза Риммана, Фарид Габидинович будет рассказывать. Она является настолько важной, что входит в перечень миллионных проблем. Семь миллионных проблем. Гипотеза Пуанкаря, она решена Перельманом. Равенство классов ПИНП. У нас в прошлом месяце была лекция Искандра Шагитовича Калимулина. Он рассказывал про эту проблему. Шестнадцатая проблема Гильберта. Это речь идет о топологии алгебраических кривых и поверхностей. Это важнейшая проблема. Очень важный вклад в решение этой проблемы внес петербургский математик Гудков. И профессор Владимир Владимирович Морозов участвовал в обсуждении результата Гудкова. Она до сих пор не решена. Одна из важнейших проблем. И существование и гладкость решения уравнения на Вес Стокса. Одна из проблем тысячелетия. И восемнадцатая проблема не могу не назвать. Это выяснение пределов искусственного и человеческого интеллекта. Эта проблема относится к математике, хотя кажется, что это не совсем математика. Это математические проблемы, но она никогда не будет решена, потому что никогда нельзя говорить, остановились вы на этом или нет, пределы достигнуты или нет. За горизонтом будет горизонт. И для человеческого интеллекта, и для искусственного интеллекта. Существование и гладкость решения уравнений на Вес Стокса. Турбулентность. Это очень важные проблемы. Например, когда плывет лодка, моторная лодка, вы когда не смотрели на хвост, там какие завихрения проходят. Эти завихрения называются турбулентностью. Они описываются уравнениями на Вес Стокса. В этой проблеме речь идет о необходимости решения этих уравнений. Вот когда появилось такое количество работ по решению уравнений на Вес Стокса, вот Фредго Веденович, по-моему, на редакции журнала не поступали работы с решением этой проблемы, да? Но Лобачевский журнал математики уже получал такие работы. И поэтому я хочу сосредоточить внимание на статью американского математика Теренса Тау. Это лауреат Филсовской премии. Он опубликовал работу, где обосновывает невозможность решения в наше время теми знаниями, теми средствами математики, вот эта проблема. На самом деле Тау считает, что математика еще не дошла до того, чтобы получить решение этой проблемы. Это предостережение всем. Потому что Тау – это великий современный математик. Он австралийский, американский математик, лауреат Филсовской премии 2006 года. Тау родился только еще в 1975 году. Его называют Гауссом 21 века. Известно, что Гаусс, когда ему было 4 года, у меня осталось буквально 5 минут, Андрей Николаевич. Гаусс, когда ему было всего 4 года, он выбил формулу арифметической прогрессии. Это все знают. Гаусс 4 года выбил формулу арифметической прогрессии. Тау – ему было 2 года. Ему было 2 года, и он начал учить своего старшего пятилетного братика основам математики, арифметическим операциям сложения и умножения. Когда отец его спросил, откуда он знает все эти правила, он сказал, я по мультфильмам понял, что это такое. Это великий современный математик. Его называют Гауссом 21 века, и поэтому каждое его суждение в области математики нужно воспринимать всерьез. Поэтому я никому не советую пока заниматься решением проблем на Вестоксе. Тем более проблем пока на сегодняшний день хватает. Вот здесь рисунок. Ему 10 лет стало. Он является студентом университета в Австралии, города Делаиды. С ним занимается индивидуальная программа занятий. Великий польский математик, который работает в Америке, в Австралии, везде путешественник. Пол Эрдюш. И, наконец, последняя гипотеза. Гипотеза Пуанкаре. Ну, про гипотезу Пуанкаре. Вот формулировка здесь такая, но у меня уже нет времени формулировку точно приводить. Ну, формулировка такая. Всякая, односвязная, компактная, трехмерная, многообразие, без края, гомеоморфно, трехмерная сфера. Ну, вот двухмерная сфера вот здесь нарисована. Берем трехмерный пространство, тот физический мир, где мы проживаем. Берем шар. Поверхность этого шара – это двухмерная сфера. Вот видите, там две, ну, вот эти линии. Как его проводить? У меня нет. Ну, ясно, что базисные вектора можно проводить вот по этим линиям. Вот эта линия – один базис, эта линия – здесь один базис. И любую точку можно, как комбинации вот этих двух базисных векторов, можно получить. Вот двухмерная сфера. Трехмерная сфера такими же свойствами обладает, но в четырехмерном пространстве. Четырехмерное пространство определяет шар. Определяем шар. Это множество всех равноудаленных. В четырехмерном пространстве, поятие расстояния там определяется однозначно. точек поверхности этого и сферы – это и есть трехмерная поверхность этого шара трехмерная сфера. Трехмерное топологическое многообразие без края. Я не буду говорить, что это такое, это естественное многообразие. Очень трудно построить топологическое пространство, многообразие. Ну, край, вы понимаете, вот берем, вот он край. Это нечто, уточнение, вот это математическое уточнение для топологического пространства, это понятие. Главное здесь односвязанность. Односвязанность. Это мы берем, бросаем на поверхность, на многообразие любую нитку. Их можно стянуть в точку. Например, на сфере, если я положу какую-нибудь линию, проведу, я, может, всегда можно стянуть в точку. А вот если бублик, вот бублик, крендель, я могу его так положить, что я в точку не стянешь, пока не разрежешь по полам этот крендель. Вот что значит односвязанность. Вот считается, что наша Вселенная, она является односвязанной без края топологическим компактным пространством. Наша Вселенная. Поэтому гипотеза Пуанкары утверждает, что наша Вселенная, она гомеоморф на трехмерной сфере. Ну, решение было получено Григорием Яковлевичем Перельманом, вы знаете. Он доказал, что это действительно так. Любая вот такая, такое топологическое многообразие, она гомеоморф на трехмерной сфере. Таким образом, один математический гений Анри Пуанкаре предположил, что те свойства Вселенной, которые устойчивы под гомеоморфизмами, можно изучать, изучая свойства трехмерной сферы. Другой математический гений, наш современник Григорий Яковлевич Перельман, доказал, что это действительно так. Вот на этой торжественной ноте я хотел бы закончить свое выступление. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok